Проповедь 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 Надежда у сестер и у всех, мне кажется, и у Лазаря. Не знаю, насколько Лазар мучился, мне кажется, он будет доволен. Надежда исчезла. Когда пришел Иисус, не только вернул надежду, он сначала вернул надежду и решил вопрос. И Лазар воскрес. И я не думаю, что в твоей жизни твои вопросы хуже, чем Лазар, лежачий в гробе четыре дня. Если Бог нашел решение для Лазара, лежачего в гробе четыре дня, то мне кажется, для твоих ключей, которые потерялись на прошлой неделе, решение есть. Мне кажется, хуже смерти ничего не бывает. Ты еще живой. Город Самаре, окруженный ассирийцами, голод в городе. Начали съедать своих детей, кушать нечего. И когда уже надежда пропала, приходит Божий человек, пророк, и говорит, завтра в это время, он начнет давать омцение, что за что будет стоить в городе, как все будет двигаться, когда надежда в городе была потеряна. Это не было потеря надежды для одной женщины или одного человека. Это всего города. Иногда оно показывает, похоже на некоторые народы, в том числе наши. Иногда в некоторой ситуации мы даже не видим надежду. Где выход, когда, как решиться. Когда Бог пришел через пророка, через человека Божьего, своего человека, тот изрек слово, и ситуация поменялась. Решение пришло. И город был накормлен. Потому что всегда у Бога есть выход и решение. Скажите со мной, у моего Бога всегда есть решение и выход. Не всегда, когда Бог нам дает решение и выход, не всегда мы согласны с Богом. И даже не всегда нам нравится его решение и выход. Но есть решение и выход. Благодать иногда заключается в том, что уметь соглашаться с Богом. Вот это самое тяжелое. Это не означает, что Бог не дает выход. Ненадо Бог дает выход, который нам не по душе, не нравится. И мы начинаем думать, что Он нам не дал выход. Он дал, просто нам не нравится. Он решил, просто мы не хотим его решения. Почему мы не хотим решения? Нам кажется, оно плохое. Потому что мы в него еще не вошли. Поэтому с Богом нужно так работать. Подчиняться, слушаться и войти в его просьбы. Даже если кажется, что не так. Нужно просто отдаваться Господу Богу. Посланник к Римлянам, 15 глава, 13 стих. Библия говорит, Бог же надежды. Заметите, кто такой Бог. Он Бог надежды. Да исполнит вас всякой радость, мира и веры. Да бы вы силой Духа Святого обогатились надеждой. Оказывается, иметь надежду – это богатство с точки зрения Господа Бога. И это богатство, Бог настолько, Он Бог надежды, что Он хочет обогатить нас надеждой. Может быть, дефицит, в чем угодно. Главное, чтобы надежда была больше, чем надо в твоей душе. Тогда все можно решать в жизни. Скажите со мной, аминь. Когда исчезает надежда, исчезает радость, исчезает мир, твоя вера уже не приносит тебе ни мир, ни радость, ничего. Веришь? Да. Почему? Надо. Иду, как колесо, машина едет. Я тоже качаюсь. На самом деле, Бог желает, чтобы у тебя был мир, радость из-за своей веры. Твое хождение с Богом, твоей жизнью на земле, чтобы это была полна радость, мира, полноценности и смысла. Я хочу вам показать динамику безнадежности. Как оно приходит? Деяния апостола, 27 глава, 9 стих по 11. Как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, что он советовал, говоря им, мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом, вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. Самая безнадежность – это голос, который говорит тебе о плохом состоянии дел. И оттого, что ты будешь глубоко спать, не исчезнет. Но самая безнадежность дает тебе сообщение с целью, чтобы ты решил. И вот смотрите, самое первое, когда Бог замечает, что надвигается в твою жизнь, начинаются проблемы, может наступать состояние, когда угроза много чего, что может вызвать безнадежность, «Бог посылает в твою жизнь так называемый совет Павла». Павел встал, говорит, мужи, слушайте меня, дальше не надо плавать, будет опасность, мы потеряем то и то, и то, и то. Они слушали его, а этот сотник повернулся к начальнику корабля, повернулся к тому, набрал советы и решил игнорировать совет Павла. Почему потом приходит безнадежность? Оно не сразу, когда мы многократно игнорируем совет Павла, мы себя загоняем в состояние, в ситуации, которые могут принести уничтожение. И вот отчего и приходит безнадежность. Никогда не бывает ситуации в нашей жизни, которые так давят на нас, что аж отчаяние, и Бог не заговорил заранее. И Бог не привел к тебе какого-то Павла. Притом Павел бывает в виде, сам Бог Духом Святым говорит тебе, бывает пастора говорит тебе прямо тебе в лицо, а бывает пастора через проповедь, не зная, Бог просто ложит слова в устах пастора, а пастора говорит, думает, чего он ко мне говорит, этот пастор. Ты читаешь какую-то книгу, или даже сон даже к тебе приходит, как совет Павла, который говорит, стоп, не иди этим путем, остановись, не надо дальше. А эти люди, какую ошибку они сделали? Это ту ошибку, которую я вам рекомендую никогда не делать. Они игнорировали совет. Когда мы игнорируем совет Павла, подсказки Бога, подсказки проповеди, подсказки пастора, подсказки братьев, подсказки Библии, подсказки Духа Святого, которые мы слышали, Бог поиспользует несколько источников пытаться тебя вовремя остановить. И когда игнорируем, естественно, неизбежно будет затруднение и вреда, которые появляются из-за того, что мы игнорировали. И в результате написано в 13 стихе, «Подул южный ветер». И они подумали, что уже получили желаемое. Отправились и поплили поблизости Критта 14 стих. Но скоро поднялся против него ветер. Бурний, называемый Евроклидон. Что он делал? Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру. И мы носились, отдавшись волнам. И набежав на один островок, называемый Клавдой, мы едва могли удержать лодку. Подняв ее, стали употреблять пособия и обвязывать корабли, боясь здесь, чтобы не сесть на метр, спустили парус. Таким образом носились. На другой день, по причине сильного обрывания, начали выбрасывать груз. И на третий день мы своими руками, заметьте, побросали с корабля вещи. Своими руками уже. И как многие дни не видно, было ни солнца, ни звезд. И продолжалась немалая буря. Но, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. Когда у человека исчезает надежда, он начинает готовиться умереть. Вот когда человек, врачи его приглашают и говорят, у вас рак, метастазия, четвертой-пятой степени. Мы ничего делать не можем, мы вам дадим обезболивающие. Мы можем вас в хоспис или дома. Ну, уже ждите. Что человек делает в это время? В это время человек не начнет лететь в Индию. или на пляж. В это время человеку ему становится неинтересно все, что вокруг него. Он закрывается внутри. Он готовится к тому, чтобы погибать землю. И в это время его ценности другие. Все другое. Когда у них исчезла всякая надежда, они отделили определенное состояние. Жду смерти. Почему Бог ненавидит безнадежность? Потому что безнадежность у человека, у Божьего дитя, говорит о том, что как будто его папа провалился. Безнадежность – это атмосфера и состояние, в которой дьявол легко уничтожает самых сильных, самых способных и самых, которые были посвящены. И Павел говорит, «Теперь же я убеждаю вас, ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль дальше. Ибо ангел Бога, которому принадлежу и которому служу, явился мне в эту ночь. И ангел ему сказал, «Не бойся, Павел, тебе должно пристать перед кесарем. И вот Бог даровал тебе всех плевущих с тобою. Посему, ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Перед смертью Бог делает снова шаг. Перед самым уже, и Павел говорит, «Ободритесь, потому что ко мне пришел Бог». И заметьте, не было бы Павла там, мне кажется, бы погибли они все. Три признака, что все не так хорошо в твоей жизни. Я эти негативные вещи говорю, потому что мы хотим их убрать. Первое состояние. Чувство, Бог меня оставил. Чаще всего мы ощущаем, как будто Бог нас бросил, не тогда, когда Он уже бросил. Это Бог дает нам, чтобы мы проснулись, мы что-то сделали. Потом бывает, через неделю все окей. Думаешь, «О, это было мое ощущение». Потом снова вернулся, оно уйдет, как в прошлый раз. Будет момент, когда присутствие Божье в твоей жизни исчезнет и Божье и не вернется. Второе чувство. Твои враги начинают преуспевать против тебя больше, чем в прошлый раз. Раньше ты вообще, ха-ха, халлилюя, как только дьявол на виду размахал рукой, и вообще нету ничего. А сейчас? Ты раньше говорил людям, «Не надо в депрессии». Сам теперь не вылазишь, да? Раньше говорил людям, «Не надо то». А сам ты раньше помогал другим людям в чем-то, а теперь ты попал в то, даже хуже и глубже. Третий признак – это душа униния, смущения и потерянности. Эти три вещи в сочетании вместе не игнорируйте никогда. Давид говорит, «Душа моя, уповай на Бога, в Нем есть выход. Ты в яме лежишь, принимай решение, я буду уповать на кого?» Уповать означает, я соглашаюсь подчиняться, слушаться. Сто процентов. Удобно, неудобно, повинуюсь. Он точно вытащит тебя. Но проблема, не так много людей во схваченном состоянии, готовы повиноваться полностью. Иона, пророк Божий, у него тоже была похожая ситуация, как у Павла, весьма похожая, но Павел не за себя страдал, а Иона за себя. Иона, первая глава, первые три стиха, Библия говорит так, «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафину, Бог ему говорит, встань, пойди в Ненево». Встал Иона, чтобы бежать от Господа Бога, бежать от плана Божьего, бежать от призвания Божьего, бежать в путешествие Иона. Иона послан Богом, и он убегает от поручения, от планов, от призвания. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готова была разбиться. И устрашились корабльщики, и вызвали каждый своему Богу, и стали бросать в море, кладь, корабли, и так подобно. То же самое, как было у Павла. Да, мы понимаем, что дьявол поднимает ветер разные. Не все поднятили дьяволом. Не все. Некоторые подняли дьяволом, и надо было избегать. А это поднял кто? Бог. Почему? Из-за того, кто внутри корабля. Крепкий ветер, буря поднимается, корабль готова разбиться. И снова начали выбрасывать и все. И начали они там молиться каждый, кто как умеет. Тогда сказал ему, скажи нам, за кого постигла нас эта беда, они у Бога просят. Две стихи. И он сказал ему, я еврей, чту Господа, Бога небес, сотворившего море и сушу. И устрашились люди страхом великим. И сказали ему, для чего ты это сделал? Ибо узнали люди, что он бежит от лица Господа, Господня. Потому что он сам им объявил об этом. И сказали ему, что сделать с нами с тобою? 12 стих. А он говорит, хорошо, возьмите меня и бросите меня в море. И море утихнет для вас. Как-никак, человек Божий, правда же? Он говорит, чего вам страдать? Вы будете страдать из-за меня. Вы бросите меня. И на этом точка. И вы свободны. А ты же умрешь. Вы уже не переживаете. Молодец. Хотя бы у него это чувство защиты уже еще есть. Отцовское решение. Вы знаете? Что я думаю, из-за этого Иона Богу не позволит, чтобы он умер. Остался у него отцовское сердце. Если папа и сын идут смерть, и папа может защитить сына своей жизни, он это сделает. Нормальный папа так сделает. Это то, что Иона сделал. И Бог это оценил. В нем еще есть качество. Скажи, да, аминь. Когда ты докатился, неважно куда, вспомни. И начинай. И Бог увидит. Это поднимет тебя. Вот ветер поднимается. Иона брошены в море. И кораблю тишина. Иона начинается буря. и начинается для него состояние безнадежности. Иногда для того, чтобы буря ушла с нашей жизнью, нужно расстаться с некоторыми людьми. Есть люди, которые не надо, чтобы они были рядом. Они ушли, и буря ушла. Не потому, что они плохие. Иона неплохой. Он как раз божий человек. Они не божий человек. Он от Бога. Он божий человек. Но он не на том месте. И вот, говорится, Иона выброшен в воду. Вот во второй главе книги Иона, первый стих по 11, повелел Господь большому киту поглотить Иону. И Бог ответил на молитву. И кит побежал, поглотил Иону. Он говорит, помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита. И сказал Господу, возвал я скорби моей. И Он услышал меня из чрева преисподней. Я возопил, и ты услышал голос мой. Ты вверг меня в глубину. Он был в глубине, в сердце моря. И потоки окружили меня. Все воды, волны твои проходили надо мною. И я сказал, отрынут я от отчет твоих. Однако я опять увижу святый храм твой. И объяли меня в воде до души моей. Бездна заключила меня. Морской травою обвита была голова моя. Он возвал кричить искренно. Он повернулся к Богу душой. Это все, что все это время Бог ждал. Это можно было делать без кита. Можно было раньше. Не жди до того, когда тебя поглошает кит. он помолился. Он начал искать Бога. Повернулся к Богу. В этом безнадежном состоянии повернулся к Богу. Плохо повернись к Богу. Болна повернись к Богу. Тебя обзывают. Твоя вина. Все понятно. Повернись к Богу все равно. Чувство вины преодолевает. Повернись к Богу все равно. Чувство стида повернись к Богу все равно. Чувство любые чувства повернись к Богу в любом случае. Скажи в любом случае к Богу. Потому что любые другие шаги закопают тебя еще глубже. Единственный выход который поможет тебе повернись к Богу. Второй там он говорит и я вспомнил тебя Господь мой. 8 стих. Вспомни даже если ты в безнадежном состоянии покрыто непонятно чем повернись к Богу. И он вспомнил о Господе. Скажите вспомнил. Это значит мысленно внутренне он вернулся к Богу вернулся к призванию вернулся к воле Божьей вернулся к Божьим советам. С момента когда они были спасены до Рима корабли слушали Павла как Бога. С того момента любое слово Павла они делали. Даже когда хотели убить узников ради Павла сказали не трогайте. Стали слушать и он вспомнил Господа. Вспомнил призвание. Вспомнил все что горело в нем все время и на этом не остановился. Там говорится что есть от них ложных богов деда десять и я глазом хвали принесу тебе жертву что обещал исполнил. Тогда Господь сказал киту, и он изверги, и он на сушу. Бог ждал вот это все. Когда и он дошел до нужной кондиции, он в том состоянии уже, он теперь вообще ученик, школа ученичества сдал экзамены отлично, целый устремленность тоже в библейской школе. Он, короче, и Бог говорит, тогда пора. И Бог тебя тоже ждет, между прочим. Обещание. Скажите со мной, обещание. Люди, которые обещают Богу, потому что горит под ногами, потом все облегчение и забыли. Они копают себе яму. Если ты обещал, держись. Бог, он Бог. Память у него вообще, вот, то, что надо. Если ты обещал, делай. Не сделай, проси прощения, покайся. Но не надо вот эти игры с Богом. Псалом 121 по 8 стих Библия говорит так. Песни схождения возложу очи мои к горам, Откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебаться ноги моей, И не воздремлет, хранящий меня. Не дремлет и не спит, хранящий Израиля. Господь, хранитель Твой, Господь, Син Твоя, Справа и руки Твоей. Днем солнце не поразит Тебя, и люна ночью. Господь сохранит Тебя от всякого зла, Сохранит душу Твою. Господь будет охранять восхождение Твое, И вхождение, выхождение, и вхождение Твое, От ныне и вовеки. И, заметьте, Господь Бог так любит Тебя, Настолько сильно. Он говорит, возводи очи Твои ко мне. Помощь Твоя от меня. Это я Тебе помогу. Скажи, помощь моя от Господа Бога. Скажи, что бы ни было в жизни, Моя помощь от Господа Бога. Скажи, люди посоветуют, Помолятся, подскажут, Возложат на меня руки. Скажи, но моя помощь, Откуда? Откуда? Кто поможет? Даже если корабль разбился. Да, потому что ты заслужил. Держись Господом. Он даст тебе приземлиться Найлучшим образом в Твоем плохом состоянии. По-другому ты приземлишься вообще на скале, И ты разобьешься. Но, если будешь ходить Его путями И в Его призвание, И соглашаться, И подчиняться Ему, То Его милость и благодать Всегда будет с Тобою. Всегда. И безнадежность, Когда придет твоя жизнь, Это обстоятельство ударящее, Это будет как комар. Оно ощущается. Но оно не, Оно не так вредно. Оно не убьет тебя. Бережись за Господом.